Девушки отдыхают Есть люди, которые менее открыты для слова Есть люди, которые совсем закрыли свое сердце Есть люди, которые слышат слово, и у них в голове это как-то переворачивается на что-то противоположное Вы помните притчу «Асетели»? И одно семя упало в хорошую землю, а другие семена в менее хорошие И на самом деле эта притча мне все время мешала Я думала, может, в моем сердце это не хорошая земля Что я должен с этим делать? Вот есть человек, который сеет, и вот есть земля, которую он или купил, или получил наследство Или, может, он взял ее в аренду И там есть хорошая часть земли, и менее хорошая И что делать с этой частью, которая менее хорошая? Я думаю, что у нас есть Господь всей земли И очень важно просить у него изменить эти части нехорошие в нашем сердце Я сегодня хочу поговорить о коррумпированном веке Может, это слово лучше переводить как «разращённый» Кто понимает это выражение «разращённый век»? Какие ассоциации у вас это вызывает? У нас это больше ассоциируется с Содомом и Гаморой И такими подобными вещами Но интересно, что в танахическом языке, в библейском языке Они не говорят, не используют это слово «разращённый» Они говорят о веке «Отпам» Батальта Би Пи Патальталь Как это? Кучерявый О, извилистый Кмо тальталим Как кучеряшки Я не спорю с врачами, но Я знаю, там зашивается и затягивается Я всё понял Но Металталь Зе Кучеряшка или изгиб Извилистая Извилистая Как Зе улег бацура азум Когда мы говорим о выражении Извилистая жизнь Кучерявая жизнь Зе медабир Ольмашу Шеказе Сабаба Говорится о том, что ну Нормально Килу Тоб ли Мне хорошо Абаль Им анахну михабрим Эт Кола Мусаг Атанахи Машу Ло биседер Зе килу Зе килу Ло яшар Металтель Петалтель Примеряем это Библейским понятиям То Что-то там немножко Так Петляет Аз килу Взаимет Коль ехат ми ше רוצе Ли йот Метулталь Кучерявая жизнь У бихаим шело Дербе Металтель И действительно Каждый, кто хочет Жить кучерявой жизнью Он петляет Своей жизни много Вы понимаете О чем я говорю Везели гамре Нигуд Мемила Шекаемет Батанах Зе ехат Мя шимочел Бне Исраэль Везе шем Йишурун Это совершенная Противоположность Одного из имен Народа Израилева Прямой Йишурун Так вот написано Ми Пагаш Бакитвей Кодеш Мила Йишурун Кто встречал В писаниях Слово Йишурун Многие это знают Зе ехат миа Шимот Но сафот Шел Ам Исраэль Йишурун Это одно из дополнительных имен народа Израилева Например в Исаии 42.1.2 написано А ныне слушай Яков раб мой Израиль Которого я избрал Так говорит Господь создавший тебя И образовавший тебя Помогающий тебе от утробы матери твоей Не бойся раб мой Яков И возлюбленный В некоторых местах на русском написано Израиль На иврите написано Возлюбленный Йишурун Которого я избрал Зекилу рацон шелелухим Это желание Господа Ще анахну ке ам не ам я шар Чтобы мы как народ были прямым народом О, мы родили ам Исраэль Он говорит это израильскому народу Который с самого начала пытался петлять Но Господь говорит я сделаю тебя прямым Амелимаэле Миштамшим Йишурун Гамба сефер дворим Кама паамим Слово Йишурун Используется Так же Во второзаконии Авал Меот хашув Лавин Ше Петалтел Зе ло бидьюк Развращенный Очень важно понять Что вот этот Кучерявый Это не Не совсем Развращенный Извилистый Извилистый Это не совсем Развращенный Я скажу почему Вы знаете Что значит На иврите Слово То что Грех Это значит Когда мы стреляем Из лука Что мы не попадаем В цель Мы пытаемся Но стрела уходит Куда-то в сторону Как будто Немножечко Ошибка Произошла Когда я вижу О нашем народе Это слово Извилистый Я все еще вижу Избрание Господа Что он нас берет Хочет привести Нас в правильную точку Но из-за Нашего упрямства Из-за Проблем Которые Есть в нас Мы Идем в эту точку Но вот так вот Петля Они ровно Извилистой Дорогой Я думаю Что это Наша история Я думаю Что это Вообще История Человечества Адам Адам Мы видим На самом деле, когда мы читаем Новый Завет, мы должны относиться к вещам, которые сказал Иешуа, а не что он имел в виду напрямую, что он использовал здесь сарказм. Почему? Мелых не может потерять свою силу. И это природный кристалл. И у него всегда есть эта соленость. И то, что Иешуа хотел сказать своим ученикам, он сказал, если вы думаете, что вы все ушли и оставили, не думайте так. Потому что Господь дал вам быть солей в этом мире. И вы просто должны вернуться в свое нормальное состояние и быть этой солей. И чтобы утвердить это слово, в следующем предложении он говорит, «Вы свет миру». Он не сказал, что вас нужно снова зажечь. Он сказал, «Вы свет миру». Поэтому у нас есть призвание идти прямо к нашей цели. Но иногда мы выбираем из-вили степочки. И очень, очень важно для укрепляться и не делать этого. Потому что если мы идем прямо, то нас меньше могут поразить разные проблемы этого мира. Но мир, в котором мы живем, он жестокий. И в Новом Завете нам говорят цитки слова. Второе послание Тимофею. Первое послание Тимофею. Сдержанный, жестокий, любящий добра. Предатели наглые, напыщенные, более сластолюбивые, неже боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, обольщают женщин, утопающих в грехах. Всегда учащиеся и никогда не могут дойти до познания истины. Как Иоанн и Имри противились в Моше. Мы читаем здесь. Мы читаем здесь. Мы читаем здесь характери человека, и хотя это было написано 2000 лет назад, это очень актуально сегодня. Вы знаете, что в Библии есть градация греха. Есть очень такие маленькие грешки. Почти не грех. Есть еще более серьезные грехи, это преступление, за которое есть наказание. А, вина. И есть еще более серьезные грехи, это преступление. Пеша, это он, это манипуляция, это макот, это орег. Это изнасилование, манипуляция, избиение, убийство. То, что я сейчас прочитала из Тимофея, это самый низкий уровень. Это почти ничто. Это дворим, меот басисим, ше кемат кайемим оцел коль бен адам. Тистаклю оля цмехем бамара, вытирует это. Это почти что вещь, которая есть у каждого человека. Посмотрите на себя в зеркало, и вы это увидите. Если вы будете честными с сами собой, то почти все, что здесь написано, может быть, больше или меньше мере, вы увидите в себе. Но с Божьей помощью, более серьезные вещи, искривление в нашей душе, этого нет в нашей общине. Нету таких грехов, что написано в Библии, что за это отсекали от Израиля. По словам языка Нового Завета, ты не получаешь милость от Бога. Но вещи, которые здесь написаны, они очень маленькие. Но проблема, что они наполнили этот мир. И они погибли в каждом направлении, они ранили от нас со всех сторон. Нашему духовному иммунитету очень тяжело им противостоять. Потому что их очень-очень много. Это мы видим это везде. Об этом учат школе, мы видим это в интернете. Это просто витает в воздухе. Иногда мы не знаем, как выстроить защиту против всех этих вещей. Это очень похоже на войну, состояние войны сегодня. Ракеты Хизбалла, они сильные, но не так очень. Но проблема, что их очень много. Это более недавно, ракеты появятся. И наша система защиты просто не успевает реагировать, потому что слишком много ракет. И мы живем в мире, который слишком извилистый, развращенный. И все эти вещи, они как будто стрелы, которые в нас стреляют, и мы не знаем, как себя защитить. И больше всего получают раны от этого наши дети. Потому что они новое поколение. Дор кашюр ле Интернет. Поколение связанное с Интернетом. Есть мало худин. Есть очень много кружков. Мы хотим, как родители, чтобы наши дети развивались во всех направлениях. Мы подталкиваем детей во все направлениях. Иногда мы можем стать причиной духовной проблем у наших детей. Иногда мы подталкиваем наших детей в вещи не проверяем, что это. И будут там вещи этого мира. Это так проявляется очень сильно. И наши дети остаются открытыми для этого. И мои мамы и папы послали меня на этот кружок. И на этом кружке есть слишком много вещей этого мира. И потом мы получаем проблему. Я очень хочу сказать всем родителям. Проверяйте. Есть очень простые вещи. Вторая Тимофея. Третья глава. Или посмотрите, что написано в первом послании Иоанна. В первом Иоанна написано, что в этом мире царствует похоть плоти, любовь к деньгам и гордость. И если эти вещи есть на этих кружках, даже у учителей, тогда стоит сделать шаг назад. Потому что в конце концов вы ответственны за будущее ваших детей. И благодаря вам, что сегодня есть много Слово богу, что сегодня есть много крушков, в которых преподают верующие учительы или хотя бы за ними наблюдают верующие. И однажды пришел в школу, в которой мои средние дети учились. И там была выставка рисунков. Мы были вместе с Ниной. Было такое впечатление, что каждый, кто рисовал, у него был внутри бессы. Потому что мы знаем, что через рисунки, через музыку, через танцы, через слова, выходит наружу то, что у нас внутри. Мы с Ниной там ходили на этой выставке, и я смотрел в таком изумлении, и сказал, не хочу, чтобы мои дети так рисовали. Этот мир развращенный, и мы должны держать наши стендерты, особенно для наших детей. Я хочу прочитать из второго законы, 32 главы. И я осталась в этой главе для всех объяснений. И я хочу сказать это слово для каждого из нас, и также самому себе. Я начинаю с первого и второго стиха. Это называется песня Моша. И интересно, что написано в Откровении, что люди, которые приходят поклоняться Творцу, они поют песню Моша и песню Агнца, песню Ишоа. Я не знаю, если здесь речь идет именно об этой песне. Но слова, которые Моша пел перед сынами Израилевыми, они очень сильные. Я хочу сказать, что особенно, когда ты живешь в таком месте, как Израиль, где очень сухо, И вдруг есть роса, и маленький дождь, и сильный дождь, и это оживляет. И это оживляет все в одну секунду. И просто Господь дает вдохновение Моисею, чтобы сказать, слово Господне оно оживляет вас. Я хочу сказать, иногда мы слишком много смотрим Тик-Ток. Или другие вещи, которые легко смотреть. Но это не оживляет нас. Но слово Господне оживляет. Поэтому если вы даже чувствуете, что вы совсем закрыты, вы открываете, и вы ничего не понимаете. Есть люди, которые открывают Библию. Они смотрят, и ничего не видят. Он берет очки, но он все равно ничего не понимает. Попросите у него, и он откроет. И вдруг, потихоньку, потихоньку, ты начнешь чувствовать, что это дает тебе жизнь. Я говорю это тем, которые чувствуют себя закрытыми. Вы увидите. Гамба Мишле, помимо работников, в титкаревле дворы, тикабель хаим. В притчах много раз написано, приблизься к Слову Моему и получишь жизнь. Пасух шалош в дворах. Пасух шалош в дворах. Имя Господа прославлю. Воздайте славу Богу нашему. Несколько недель назад был Дима. И он говорил про десятины. И он говорил, когда мы даем десятины Господу, но когда мы даем от себя во славу Его, тогда мы открываем себя для благословения. И я не так силен в этом слове. Учить об этом. И я всегда учил, что то, что вы можете, то, что в вашей возможности есть. Несколько дней назад я сидел и говорил с Борисом Гриценко. И мы начали говорить на эту тему. И он сказал, ты просто воруешь благословение у твоей общины. Тут написано, имя Господа прославлю. Это для нас. Ему нужно наше прославление. Он сидит на троне и ждет, что мы начнем петь ему Аллилуйя. Я не думаю. Есть там, миссавиво, миссавиво, крубим, шруфим, векольммени, яцерот, шешарим, меод, 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 яфе. Вокруг него есть так много ангелов и серафимов и разных других творений, которые поют очень красиво. Но когда мы прославляем Бога, и мы умеем благодарить Его за то, что произошло сейчас, то, что происходит с нами, мы вдруг оказываемся в каком-то соединении с Богом. И мы воссоединяемся с Ним. Несколько лет назад, я рассказывал об одном опыте, который сделал один японец. Он сам лекерур типот маем капли воды и он провозгласил над этими каплями какие-то слова. Слова благословения, молитвы, или слова проклятия. И капли над которыми сказали благословения, из них получился такой красивый узор. И те, над которыми сказали проклятия, они превратились в рисунок некрасивый, несимметричный. Кто-то слышал об этом опыте? Мне кто-то сказал, послушай, уже сказали, что это был фейк. И я перестала об этом говорить. Но потом я посмотрел википедии. И википедии несколько... Несколько ученых википедии назвали этого человека что он просто... Вы думали, это все? И это все еще написано википедии. Но после него еще другие люди сделали этот опыт и они увидели такой же результат. И седьмой лет назад, когда я приводила этот пример, кто-то мне сказал, ну, ученые сказали, что это все неправда. Я сказала, ну, хорошо, раз неправда, я не буду приводить этот пример. Но к великому сожалению или к радости, после пандемии я не так сильно верю ученых. И если они называют что-то обманом, возможно, это не так. Вы согласны? И послушайте тело человека в зависимости от возраста и даже если мы сила заставляем себя поблагодарить Господа. И молимся неважно вслух или про себя и про возглашаем величие Бога. Мы просто даем лим, даже лим, что в тюхе мы даем воде, которая есть в нашем теле, получить красивую форму. И царь Давид много раз говорит нам, прославь душа моя Господа. Или скажи спасибо Господу. Третий стих. Имя Господа прославлю. Воздайте славу Богу нашему. Пасук Арба. Он твердыня. Совершенные дела его и все пути его праведны. Бог верен и нет ни правды в нем. Он праведен и истинен. Эйн цорэх люфарэш. Нету необходимости объяснять. А валь ешь хибур лемила ешурун, яшар. Но есть это связано со словом ешурун, прямой. И это намек, что Господь хочет от нас, чтобы мы были как наш отец. Пасук Хамеш. Пятый стих. Но они развратились пред Ним, они не дети Его, по своим порокам. Род строптивый и развращенный. И здесь мы видим это слово металтель извилистый. По-русски у нас переведено как развращенный. Но вначале слово упрямый. Ам שלנו, Ам Исраэль, это один из самых упрямых народов мира. Это правда. Это наша слабость. И это наша сила. Хульша שלנו, что לפעמים אנחנו акшаним негед Идонай. Слабость в том, что иногда мы упрямо против Бога. И мы входим к конфликт, конфронтация с бурой оленом. Мы входим в конфликт с дворцом вселенной. Мы хотим быть как все народы. Я настоиваю, Творец, всего, что я хочу, мы хотим быть как все народы. И мы забываем о страхе Божьем. Но наша упрямство в дисциплине и в желании идти за Бог дает большое благословение. И здесь я хочу сказать, и я хочу вернуться к словам которые Женя сказал неделю назад на этой сцене. что мы как община вместе. Что я не прихожу когда мне хочется. Или я сам как человек с моими братьями. Я отношусь к этому как часть служения моему Господу. И такое упрямство дает большое благословение. Об этой извилистости я уже говорил много. Если вы посмотрите вокруг самые извилистые у нас политики. Вы согласны? День 1 он михабек от тебя. День 2 он михабек от тебя. День 3 он мекалл от тебя. Один день он тебя обнимает. Другой день он на тебя плует. А третий день он тебя проклинает. А в 4 день он снова тебя обнимает. И они просто мерахем и мы поэтому должны за них молиться. Как написано в Новом Завете. Молитесь за власти. Молитесь за власти. Я продолжаю читать 6-7 стих. Здесь есть выражение на древние дни. Это не урок истории. Иногда мы открываем книгу по истории и думаем что так это было. И мы забываем выражение что историю пишут победители. Я победил и я напишу историю чтобы все это прославляло меня. И когда здесь написано про дни древние это очень еврейское выражение которое возвращает тебя к созданию мира. и приводит тебя к утверждению к состоянию и что ты вместе с Господом участвуешь в исправлении всего. И это написано в Исаии 58 не нужно открывать. И там написано если ты будешь прямой когда ребенок мы его благословляем мы говорим о нем слова связанные с его характером. мы говорим пророчества ему связаны с его характером. И очень важно быть тем кто ты есть и исправлять свои пути. и тогда ты принимаешь участие вместе с Господом в исправлении всего. 8-й, 9-й, 9-й стих эти слова текст Шамронии или Септуагинта это более древние тексты. Там написано что-то другое. Там написано что Господь поставил границы для всех народов и Он дал должность быть сынами Божьими и Он поставил сынов Божьих над народами. Но народ Израиля сказал нет только мы царственный народ. А народ Израиля сказал тобой буду управлять я. Никакому ангелу никакой силе я не передаю тебя. И это дает нам уверенность что даже когда мы выбрали Звилистый путь всегда есть точка где мы можем остановиться и сказать Отец верни меня на правильный путь. И я хочу делать твою волю. Пасук 11-12 Он нашел его в пустыне в степи печальной и дикой ограждал его смотрел за ним хранил его как зеницу ока своего как орел вызывает гнездо свое носит над птенцами своими распростирает крылья свои берет их и носит их на перьях своих так Господь один водил его и не было с ним чужого Бога тут говорится о первых днях в пустыне там где Господь берег народ Израиль я продолжаю и он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей и питал его медом из камня и леем из твердой скалы маслом коровьем молоком овечьим и тукком агнцем и овнов басанских и козлов и тучной пшеницу и тепил вино кровь виноградных ягод машу мивурах что-то благословенное и монахну миткарвималав если мы приближаемся к нему и уточнел Израиль тут написано и уточнел Израиль и на еврите гам и шурун и на еврите написано и шурун уточнел и стал упрям отолстел разжирел и оставил он Бога своего создавшего его и презрел твердыню спасения своего в этом моменте я хочу перестать читать это мы сегодня в тысячный раз мы в том же самом положении на Ближнем Востоке и сейчас мы чувствуем себя не такими сильными И мы должны хранить свой духовный иммунитет. И особенно у наших детей. Не позволит нашим детям идти на такой путь скользкий, пограничный. Непонятно, черное или белое. Я помню, кто-то сделал очень хороший пример. Он сказал, что легче, поднять человека на стул, или чтобы человек снизу сбросил тебя вниз? Берегите своих детей. Из поколения в поколение. Из поколения в поколение будем говорить, обеличьи твоим. Мы должны укрепить свой духовный иммунитет с помощью благодарения. Просите у Господа, чтобы быть прямыми. Господь хочет, чтобы мы были светом для этого мира. Давайте встанем. Отец, я прошу тебя, чтобы ты помог нам понять, где мы согрешили и ошиблись. Просите на то, что иногда мы относимся к общине легкомысленно. Так много раз в Священных Писаниях говорится, Среди народа твоим. Он провозглашу славу твоим. Помоги нам, Отец, быть светом. Вашем Иисуа Масиах. Ваим Иисуа Масиах. Ибархеха, Едонай, ваишмиреха. Иаэр, Едонай, панавелеха ваихонеха. Иса, Едонай, панавелеха. Ваиасем леха шалом. Ваимру Амен. Субтитры создавал DimaTorzok